Добрый день, дорогие мои! С вами Эвелина Уан и Варон09. Здравствуйте! Мы продолжаем нашу рубрику «Бриллиантовые этюды». И сейчас мы смотрим, что сочинил Рэти в данной позиции 1923 год. Журнал Варон09 какой? Какой-то швейцарский, мне кажется, журнал этот. У меня аж... Винер Шахтунг. Винер Шахтунг, вы чувствуете, да? Шахтунг. Будет очень жаркая позиция. Что мы видим? Четыре пешки против ладьи и коня. Недавно, это мне напомнило позицию, почему-то последнюю партию аэрофлота, где играл Эрнест Энаркиев с индийским шахматистом. У него примерно такая позиция была. Давайте посмотрим, как здесь выиграть белым. Ну, тут этюд. Этюд. Ладья и конь. Ладья и конь, да. Да еще и король. Еще и король. Мы видим, что пешки уже практически идут, причем сдвоенные такие по парам, да? Как такое может быть? Они идут у нас превращаться. И нам надо как-то их остановить. Конь призван, чтобы остановить этих пешек. Ладья. Ладья и король должны все-таки здесь сожрать, отожрать эти пешки и загнать короля в угол. Давайте попробуем первый ход. Конь Е4, извините, шах. Так, идея какая? Идея какая? Конь направляется куда? Куда? Сюда конь направляется. Король С2. Король С2. Так, мы можем сыграть вот прекрасный ход. Ладья С8, шах. Ну, ладья С8 отрезаем короля от вот этих пешек, чтобы он никаким образом не мог помочь. И загоняем под пешку. Король играет Б2. Так. Дальше? Ну, дальше просто, наверное, ладья А8 и съедаются обе пешки. Баран А9. Пробует такой вариант. Ладья А8. Ну, вот. Опять шах. Опять шах, да. Ну, он... Король бьет А5. Здесь вот... Ладья бьет А4. Четыре. Мы не можем два хода подряд сделать. Ну, король, значит, уходим. Король А2. Давайте попробуем. Король А2. Король А2. Бьем. Б2. Бьем. Аж три бьем. Сердя ставим. Делаем вилку. Вот. Мы сделаем вилку, пожалуйста. Ну, хоть куда он уходит. Ну, давайте сюда уйдет. Ладно, сюда. Ну, эту позицию мы выиграем. Ну, Ладья здесь должен... Усиливаем игру в черных. Итак, на каком ходе усиливаем? Что говорит там Анатолий Кузнецов? Анатолий Кузнецов, у него этот вариант не разбирается, поэтому мы усиливаем своей игрой. Так, конь Е4, правильный ход? Король Е3. То есть, хочет нашего конька... Цепляемся за пешки проходные. Цепляемся. Ну, логично, логично, что тут можно сказать. Мы конька своего... Куда вы должны отбросить? Либо защитить конька от ладья Е8, чтобы потом шахом как-то прыгнуть удачно к коньку. Либо коньел... Ну, обрати внимание, живая пешка Б3 сейчас будет двигаться вперед. Да. Поэтому здесь там нужно сыграть... Конь С3. Конь С3. Давайте, да, проходной. Я сначала думала Б2, а потом Х2. Ну, Х2 логичнее будет. Х2... Так. Так, так, так. По-моему, ты не можешь. Давайте шах сделаем. Шах. Шах. Пижон увидел шах. Ну, вот так? Как думаете? Ну, наверное. Ну, наверное. Да, лучше Е2 поле держать. Ф2 сыграем. Что Ф2? Король с Е3. Так. На этот шах король уходит на Е2. Угу. Шах. Этот шах тебе вообще ничего сейчас не даст. Король Ж2. Да, ничего не дает. Действительно, ничего не дает. Так. Король. Ну, давайте тогда... Ну, ладья Е2. Король Ж1. Угу. Сейчас он хочет нам провести, и вилку мы сделать не можем. Давайте смотреть, где у нас была ошибка. Король С2. Дальше мы играли ладья С8 шах. Ну что? Ну, можем сразу сыграть ладья Х8 без шаха. Раз король покинул королевский фланг у черных. Вот теперь мы успеваем съесть обе пешки. Давайте попробуем. Конь С3 сначала. Угу. Ладья бьет Х4. Да. Давайте сделаем тогда так. Не А2, а сделаем А. Так, сейчас, секунду. Нет, мы королев... Опять. Мы хотим обречь... Король спас, черных спас в том случае, когда пошел на королевский фланг. Значит, он не на ферзевый фланг должен двигаться, а на королевский. Итак. Усиливаем игру на этот шах и играем король Е3. Король Е3 нападаем на это конька. Конь С3. Мы же должны... Давайте попробуем контролировать пешку при вращении в Б2. Либо играть ладья Е2, защищая коня. Что это нам дает? Потеря темпа дает. Ну, давайте попробуем. Аж 2. Аж 2, да. Потеря темпа. Итак, и так, и так. Конь С3. Ну-ка. Вот коня. Ход коня. Оказался не очень хорошим. Давайте, да, с самого начала. Итак. Король А3 играет белая. И это правильный ход. Ну, контролируем при вращении пешку Б. Наши замечательные фигуры, наши братья бравые будут отъедать эти пешки. Соответственно, король будет контролировать при вращении пешки А. Ну что? Пешка Б королем получается сейчас остановлена. Заманивается черный король либо на ферзевый фланг, либо надо двигать пешки. Угу. Ну вот, давай двигаем пешки. Давайте А2. Х2. 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 Точный ход ладья Е8. Давайте попробуем. Х1 ферзь. И блестящий ход конь Е4. Вот сейчас только. Вот как прям с языка содрала. Я вот... А почему вот? Давайте блестящий. Посмотрите. Ша. Надо смотреть все отходы, видимо, сейчас здесь. Здесь, да. Это блестящий этюд. Так. Конь Е4 шах. Давайте попробуем. Здесь вилка конем и ферзем. Если мы уходим, король Д8 будет конь Ф2. Значит, король Д1, извините. Король Д1. Конь Ф2 вилка. Нельзя. Иначе король, если Е1... Король Д3 с той же идеей. Та же вилка. Та же вилка будет, да. Пожалуйста. Так. На линию Е вставать. Нельзя. Конь Ж3 будет, наверное. Нельзя на линию Е4 вставать. Так, давайте попробуем. Остается С1 и С2. Король Д2 нельзя. Король С2. Король С2. Король С2 и король С1. Пожалуй. Выбирай какой-либо ход. Ну, давайте король С1 попробуем. Король С1. Ну, и теперь цепляемся. Так. Ладья С8 шах. По линии С шах. Загоняем... Опять-таки, нельзя сюда играть. Будет вилка. Сюда играть король только Б1. Ну, там будет... Загоняем короля на королевский... На ферзевый фланг. Мат. Как мат? Ты сейчас отдала. Ой, господи. Пардон. Это желаемо, действительно отдаем. Вот. Конь Б3. Конь Б3. Король Б1. Сейчас. Конь Д2. Ну, конь Д2 напрашивается, а может быть здесь как-то по-другому? Нет, нельзя по-другому. Король А1. Да. Здесь вот надо точный ход сделать. Ну, теперь пешка Б не мешает нам занять поле С2 ладьёй. Давайте... Так, попробуем. Угрожает мат смертельный. Смертельный. Что ему делать? Защищать поле ладьёй. Это... Шахи есть у чёрного ферзя? Нет. Практически. Только так вот сделать. Поганенький ход. Ну, шах на шах. Шах на шах. Шах на шах? Шах на шах. Интересная позиция, да? Что я могу сказать? Не всё, что золото, что блестит. Оставайтесь верными своим потрясающим партиям и создавайте такие шедевры. Спасибо, что были с нами. Продолжение следует...